Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас пустые баночки, хорошие пустые баночки и думаю, что разделим на две части, потому что очень много. То есть вот я вам в прошлом видео показывала, у меня подруга вот расписала пустые баночки, чтобы я могла с вами поделиться, насколько ответственный подход. Так, ну давайте, у меня здесь первая кучка как раз ее продуктов, начнем. Дальше, значит, шампунь у нас Vitex банановый, отличный бюджетный вариант, хорошо промывает, не сушит, вкусно и ярко пахнет. Давайте, кстати, понюхаем. Ну, кстати, да, пахнет бананом, вот, но это питательный шампунь, но он, к сожалению, сульфатный, попробовать я его как бы не смогу и не буду, да, редко пользуюсь сульфатниками, вот. Но на ее сухой блонд ей зашло прям отлично. Дальше, оси, термозащита отличная, волосы легче расчесываются, разглаживает, повторила. Единственный минус, большой расход. Вот такой флакон на 5-6 раз. Чтобы вы понимали, у нее волос не сильно длинный, то есть это ни разу не моя длина, то есть сильно короче. Но волос, ну, блонд и волос пористый, то есть, видимо, поэтому и он больше в себя, как бы, да, впитывает всех вот этих вот ингредиентов. Гель для душа Арифлейм. Это у нас серия Сенсит Моменс, пикник в парке, клубничный пирог. Давайте, кстати, понюхаем, я такой не пробовала. Ну, кстати, да, прям клубничка. Так, аромат очень вкусный, клубничный на всю ванну, остается и на теле, где-то сейчас хочу повторить. То есть, вот, ну, вообще вот эта серия, да, Сенсит Моменс, она прям, ну, такая очень вкусно пахнущая в Арифлейме, поэтому, если интересно, обратите внимание. Дальше у нас ополаскиватель лесной бальзам. Это у нас Total Complex с минералами морской соли и какие-то ягодки. Так, ягодные. Поскольку не люблю мятные, они обычно щипят рот, выбираю ягодный или зеленый чай. Этот очень нравится, покупаю третий раз. Не щипит, дает ощущение свежести и очень бюджетный. Так, что-то она расхвалила, теперь мне тоже надо. Я что-то забила как-то в последнее время на средства, ну, а на ополаскиватель именно, да, то есть, как бы чисто паста с щеткой. Но прям что-то почитала и мне прям захотелось попробовать, потому что пахнет, пахнет прям реально прям холодными ягодами какими-то, прям прикольно. Дальше лосьончик от Colorance дневной с SPF 15. Дневной лосьон на лето просто отличный, легкий, отлично увлажняет. Для зимы будет слабоват, если только с жирненькой сывороткой. Но, опять же, да, то есть, кожа сухая, кожа крайне сухая у нее. То есть, я думаю, что, например, мне вот этот лосьон бы зашел просто идеально и в зиму, и в лето, и вообще как бы. Вот, то есть, но ей все равно очень нравится, но мы с ней вообще такие фанаты Colorance, поэтому, как бы, большая часть продуктов, она прям заходит. Так, Selimax, очищающие диски, удобный формат, хорошо справляются, понравилось брать в поездке. Ну, действительно удобно. Это у нас здесь, я не знаю, а, 10 штучек здесь было, а так они, видимо, вот в такой банке продаются. Очищающие. Тоже очень ей понравилось, но что, кстати, странно, они идут, ну как, цика, БХ, блемеш, то есть, это для БХ кислотами более на жирно-проблемную кожу, но если даже ей не высушило, то это в целом интересно, потому что обычно такие диски подсушивают. Дальше, масло для губ Nars Orgasm, ну это легенда, у меня оно тоже было, и я, кстати, не знаю, какой это у нее повтор или нет, потому что я помню, что я ей такое масло дарила, потому что она у меня попробовала и загорелась. Вот я ей дарила, вот я не знаю, это оно или нет, или это уже там какой-нибудь второй-третий флакон. Просто написано «Восторг, шикарный», но оно действительно восторг и действительно шикарное, это прям просто вот, как оно на губах выглядит, и пахнет вкусно, и оно вот, ну оно вот просто замечательное со всех сторон, с ним просто очень классные губы, вот легкий какой-то цвет, но, блин, тут этому маслу мы, мне кажется, с ним можем просто одопеть, потому что это просто, мне кажется, одно из лучших вот масел для губ на рынке. Так, дальше, умывалочка от Дюкрей, серия Керакнил, очищающий гель для лица, на свою сухую кожу не рискнула, отдала мужу, на его нормальную кожу понравилось, до этого умывался мылом и шелушился, а с этим гелем все стало хорошо, зашло. Вот у нас отзыв еще и для мужской кожи, соответственно. Фиксатор макияжа Clorans, это у нас какая-то лимитка летняя была, насколько я помню, дайте, кстати, понюхаем ее. Не, роза, мне бы не понравилось. Отличный, а, лучшее из всего, что когда-то было, отличный миллионный повтор разных лимиток, различия только в аромате. У меня тоже был, ну, не конкретно вот это, да, а просто какая-то тоже лимитка спрея. И оригинальный красный их был, офигенный фиксатор макияжа, просто ноль претензий, но, конечно, ценничек такой кусь-кусь. Дальше у нас две менькие зубные пасты для чувствительных зубов Bio Repair, но она их в целом любит, я вот тоже с ее подачи все хочу попробовать. Так, понравилось, брала в поездке. И вот эту White & Glow кофе и чай брала в командировке, тоже отличная, вот она. Дальше у нас Sensei SPF 30, дневной крем, вот такая малышечка. Полнейший восторг, абсолютно шикарный. Но, опять же, да, это на сухую кожу, и Sensei ценничек тоже прям кусь. Дальше, Laceon, это у нас Skin 1004 бренд, тоник с цинтеллой. Понравился, тоже брала в поездке. То есть это у нас такая классическая Корея, соответственно. Так, дневной крем от PAYO, вот такая крошка. Понравился, текстура нежная, тающая, приятная, мазала еще и на мужа, полет отличный. То есть, в общем, вот она прям подробно расписала. Давайте, кстати, посмотрим, тут какие-то что-то на стеночках у нее на дне осталось. Хочу текстуру просто посмотреть. Ну-ка. Ой, он, кстати, действительно, да. Он на вид такой густой-густой, а действительно прям тающий. Ну, и одушка такая достаточно классическая для PAYO. Вот, поэтому, девчонки, у кого сухая кожа, можете обратить внимание вот на вот этого малышка. Дальше, Elymise Pro Collagen серия, крем для глаз. Вот крем для глаз, в отличие от дневного и ночного, ей понравился. Тоже глазки сухенькие, ей зашло. Но вот дневной и ночной почему-то ей не очень понравился. То есть, видимо, все-таки он на более нормальную кожу. То есть, то, что для меня, конечно, Elymise, это серия Pro Collagen, это просто вау. Дальше она выделила несколько средств и подписала это то, что не первый дубль. То есть, это ее повторюшки. Значит, мыло Мил Курт, жидкое, недорогое, нежидкое, вкусно пахнет. Давайте, кстати, понюхаем. Это у нас голубика и ежевика в йогурте. Ну, кстати, действительно пахнет ежевичным каким-то ягодным, вот, каким-то десертом. Прикольно. Я не пробовала такое мыло, ничего не скажу. Дальше. Спрей для волос Art & Fact. Покупала третий раз. Восторг. Волосы идеально распутывает, увлажняет, разглаживает и не утяжеляет. Написано, кстати, еще с антистатиком. Так, я что-то почитала, теперь мне тоже надо. Хочу теперь попробовать. Но Art & Fact это в целом такой очень приятный бюджетный бренд за свой ценник. Это прям вообще. Дальше. Сыворотка Dior, копчет Atal. Дорогая серия Dior. Ну, все дорого-богато, даже по упаковке, я думаю, понятно, да? То есть, ну, здесь вряд ли, да, уже все, она в ноль. Это, конечно... А, ну, какая-то капелька у нас вышла. У меня были пробники тоже этой сыворотки. Пахнет, кстати, немножко рисковато, как по мне. Но, опять же, у меня мой нос иногда подводит. Вот. Но сыворотка отличная и на сухую кожу. И я на свою тоже пробовала. Отлично. Но, опять же, Dior ценник кусь. Так, тоже не первый дубль ватные диски. Это у нас LP Care. Кстати, что-то я на них внимания не обращала. Надо бы посмотреть тоже. Может, мне тоже надо. Такие. Так, и крем для рук у нас Clorans. Дальше. Не первая повторюшка ее. Это крем для рук от Clorans. И вот то, что она пишет, единственный минус от Dushka. И для меня, да, но для меня это очень существенный минус. Но мне, кстати, он меньше нравится, чем ей. То есть, она его повторяет. Я... Нет. Мне как-то он слабенько. Так, по пробничкам у нее что здесь? Pro Collagen. Сыворотка для глаз. Крем для лица с улиткой от Holika Holika. Два кремушка из серии Rennergy Multilift Ultra. Это у нас Lancome. Так. Сыворотка у нас Total Eyelift с гуараной. Так. Женифик. Ну, это классическая серия Lancome для глаз. И аквагель у нас серия Hydrons от Aven. Все понравилось. То есть, все, что здесь она пишет про них. Так, крем для век Lancome хороший. Rennergy хороший, понравился. Так. Aven Aquagel отлично на лето, понравился. То есть, ей все, вот все, что вот эти вот пробнички она попробовала, все зашло. Меня, кстати, заинтересовал вот этот вот Hydrons Aquagel. Я люблю такие текстуры, потому что надо попробовать. Смотрите, и этому еще до моего даже не добрались. Так, а, еще одна у нас Lancome Genifig. Тоже туда же идет. Для глаз тоже понравилась. Так. И дальше здесь она несколько банок вкинула. Тоже, говорит, расписывать не стала. Говорит, просто все понравилось, скажи. Дальше, значит, спрей 10 в 1. Это у нас Licata. Он, кстати, такой распиаренный. Достаточно надо будет поподробнее у нее спросить, потому что интересно. Я бы тоже попробовала. Вот. Но это у нее пересушенный такой блонд. Посмотрим, как это мне зайдет. А дальше Evoque Professional Smart Keratin кондиционер. Ну, здесь это, наверное, должно быть что-то суперпитательное, потому что если ей прям зашло на ее вот этот вот уставший блонд, то должно быть окей. Дальше шампунь Bio Blast от перхоти с цинком и ментолом. От себя могу сказать, что тоже рекомендую эту серию. У меня отец пользует этим шампунем. И прям это прям хорошая линейка. И сейчас, кстати, этот ко мне ездит еще Mono Box от сервиса Trendy Box как раз с этим брендом. И вот еще другие шампуни там будут. Думаю, тоже что-то там и папе достанется. Поэтому вот этот вот с цинком и ментолом я прям крайне рекомендую. Тоже, если есть как бы проблемы с перхотью, вот можно обратить внимание. Дальше кондиционер в виде банки пива Miss Berskin. Так, с пивными экстрактами, кератин, органовое масло. Ну, что-то такое суперпитательное. То есть это действительно прям банка. Прикольно. Без сульфатов и силиконов. Вот, но тоже ей на ее блонд понравилось. Дальше у нас сыворотка V-Shaping Lift. Ну, это у нас V. Это вот то, что вот это вот, да. То есть, ну, просто лифтинг-сыворотка тоже, опять же, нам уже по возрасту пора. К сожалению, такими штуками пользоваться ей понравилось. Дальше мыльца, Beauty Cafe, Faberlic. Ну, как же без него? Она тоже любит Faberlic, как и я. Тоже любит эту всю вкусно пахнущую историю. Понравилось, соответственно. Вот еще один Bio Blast как раз шампунь. Он идет с чесноком для всех типов волос. Так. Вот этот. Ну, кстати, чесноком не воняет, если что. То есть пахнуть не будете. Тоже ей понравилось. Тоже претензий нет. Так. Еще одна как раз керакнил. Вот эта умывашка. Да. То, что она на мужа пользовала. Вторая такая же. Дальше еще два пробничка. Это у нас Клэп Косметикс. Крем ультра. Просто увлажняющий, ревитализирующий. Тоже на сухую кожу отлично. Но Клэп это такой достаточно дорогой профессиональный бренд. Поэтому ценник кусь. Дальше фитосыворотка. Белый люпин какой-то. Тоже это Клоранс. А, сыворотка Антиэйш просто. Тоже ей зашло. Ну, опять же, нам уже по возрасту таким пользоваться. Поэтому зашло. И дальше у нас очищающий. А, господи, я такой даже не видела. Это миниатюрка от Урьяж. Средство для интимной гигиены. Я даже не думала, что они в таких крошках используют. Что они такие пробники делают вообще. Это прям супер странно. Но, в общем, ей понравилось. Так. Давайте, наверное, первую часть на этом закончим. Потому что как раз мы разобрали все ее пустые банки. И следующее видео. Следующая часть будут тоже только хорошие. И только мои. Хотя нет. Там пара банок будет не только моих. Но все хорошие зато. Все. Заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.